Дети из многодетных и малоимущих семей, дети-инвалиды, обучающиеся в школе, имеют право на льготное питание. Главы регионов самостоятельно утверждают перечень категорий граждан, имеющих право на льготу. Единого утвержденного списка на федеральном уровне не существует. В связи с отсутствием общей законодательной нормы, родители нередко сталкиваются с тем, что им не одобряют оформление упомянутой льготы. Чтобы понять, почему отказывают в выплатах на питание в школах, нужно знать критерии, на основании которого они устанавливаются в данном субъекте. Законодательная база по вопросу о предоставлении бесплатного питания в школах. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Н-273ФЗ закрепляет обязанность школ обеспечить учеников питанием. Родители при этом самостоятельно оплачивают завтраки и обеды детей. Но законодательство выделяет ряд категорий, представители которых имеют право на льготное питание. Это касается многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов, учеников из неполных семей, потерявших кормильца. Федерация предоставила субъектам право самостоятельно утверждать перечень граждан, которые могут рассчитывать на компенсацию. Также и сам объем и порядок выдачи компенсации различаются в областях. Например, в Санкт-Петербурге компенсируется 100% от стоимости обедов, при этом в категорию льготников включены не только многодетные и малообеспеченные семьи, но и дети, страдающие определенными заболеваниями, которым компенсируют. До 70%. Важно! Для каждого субъекта необходимо изучать категории граждан и условия на получение выплат. Пример расчета компенсационных выплат на питание для школьников льготных категорий семей. Каждый субъект вправе самостоятельно устанавливать порядок предоставления компенсации и определять категории граждан, которые могут оформить льготу. На примере Новгородской области льготное питание школьников регулируется областным законом Новгородской области от 9 декабря 2019 года номер 493 ОС. Льгота предоставляется в виде перечисления 45 рублей в день. Расчет производится следующим образом. Родители оплачивают питание в школе ребенка в полном объеме еженедельно. По состоянию на первый квартал 2020 года стоимость завтрака составляет 75 рублей, обеда 90 рублей, полдника 65 рублей. Каждую неделю родители вносят 1150 рублей на трехразовое питание ребенка в школе 5 дней в неделю. В конце календарного месяца на указанные при оформлении льготы банковские реквизиты законного представителя переводится компенсация из расчета 45 рублей в день. Таким образом, за неделю родителям возвращается сумма в размере 225 рублей. Важно! Главы регионов могут расширять перечень льготников, увеличивать суммы компенсации, а также самостоятельно определять критерии нуждаемости. Причины отказа в выплатах на питание в школах. Нередко возникает ситуация, когда родители собирают все необходимые документы для оформления льготы, но получают отказ. Многие сразу пытаются решать вопрос со школой, но это заблуждение. Льготные выплаты устанавливаются Комитетом социальной защиты населения региона. Чтобы понять, почему отказали в их предоставлении, нужно запросить письменный ответ. На его основании будут понятны причины. Они могут заключаться в следующем. Заявитель представил неполный пакет документов. При проверке были выявлены недостоверные факты, указанные в заявлении. Семья не подходит под критерии нуждаемости, установленные в регионе. Важно! Только имея на руках официальный письменный отказ, можно действовать дальше, писать обращение в вышестоящие инстанции. Если в субъекте есть действующий областной закон, который не был отменен, и заявитель подходит под все требования для предоставления льготы, отказ без веских оснований будет являться незаконным. В такой ситуации необходимо грамотно подойти к решению вопроса, потребовать письменный отказ, далее направить обращение в органы исполнительной власти для решения вопроса. Юрист Академии адвокатов город Санкт-Петербург Борисов Евгений Станиславович, порядок действий в случае отказа. Если льготу не предоставили без наличия оснований, у родителей есть несколько способов, как отстоять свои права. Номер орган-варианта решения вопроса 1. Комитет социальной защиты города в первую очередь понадобится выяснить, все ли необходимые. Документы были собраны. Письменное обращение о причине отказа может дать сам орган, который рассматривал обращение. 2. Министерство образования, если отказ в предоставлении льготы был необоснованный, можно направить жалобу в Министерство образования субъекта. 3. Прокуратура в ситуации, когда через орган исполнительной власти не удается решить проблему, заявитель имеет право обратиться с жалобой в прокуратуру. При составлении претензий необходимо приложить ответы, которые были получены от Комитета социальной защиты и Министерства образования. Порядок рассмотрения обращений граждан закреплен в инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, не стоит пытаться решать вопрос с директором школы. Предоставлением льготы занимаются не они администрации, только лишь исполняют утвержденный порядок. Гражданин должен оформить все самостоятельно и предоставить в школу документ, подтверждающий факт принадлежности к категории, имеющей право на выплаты. Перед тем, как собирать документы на получение льготной выплаты за питание в школе, рекомендуется уточнить, работает ли эта мера соцподдержки в регионе. На федеральном уровне такая льгота не утверждена как обязательная, поэтому не во всех субъектах она действует. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!